я хотела бы вам показать как связать маленькую ключницу корзинку для этого у нас будет два цвета белый такой он как бы молочный и мятный вот но основной будет светлый цвет поэтому мы берем его первым делаем кольцо сюда вставляем крючок и протягиваем ниточку у нас получилось петелька мы ее провязываем и теперь в это кольцо мы провязываем 6 столбиков без накида 1 чуть-чуть подтягиваем 6 теперь нам это кольцо нужно хорошо затянуть и замкнуть его в круг за заднюю стеночку предыдущей петельки этот кусочек нитки мы ввязываем вот так далее мы делаем одну петлю подъема и в эту же петелечку мы провязываем столбик без накида 1 и 2 и в каждую петлю мы будем провязывать по два столбика без накида до конца ряда 1-2-1 далее мы довязали до конца ряда в соединительный столбик за заднюю стеночку мы соединяем рядок делаем петлю подъема первую петлю предыдущего ряда в первый столбик мы делаем 2 2 воздушных столбика во второй мы провязываем 1 опять 2 и 1 так мы провязываем до конца ряда далее мы довязали до конца ряда соединяем рядок делаем воздушную петлю первый столбик мы провязываем 2 столбика без накида потом мы провязываем 2 столбика по одному 1 опять мы 1 провязываем 2 столбика без накида следующие 2 мы провязываем по одному столбику без накида так мы провязываем до конца ряда соединительным столбиком и соединяем делаем петлю подъема и делаем сейчас будем провязывать последний ряд на петля подъема в первый столбик мы провязываем 2 столбика без накида затем мы 3 столбика провязываем по одному 1 2 опять провязываем 2 столбика и 3 столбика по одному 1 2 так провязываем до конца ряда довязали мы ряд до конца соединительным столбиком соединили ряд теперь начинаем вывязывать стенки делаем петлю подъема и за заднюю стенку вяжем столбики без накида 1 в каждую в каждую получается столбик мы вяжем по одному столбику чтобы наши стенки закруглились за заднюю стеночку столбика это будет как бы окантовочка дна так мы провязываем ряд до конца дальше мы будем вязать в технике жаккард итак я довязала до конца закрыла его всего в окружности у нас получается 35 столбиков узор я буду вязать сердечко вот она состоит из 7 петель в ширину вот получается что 35 минус 7 это 28 на 2 14 значит нам нужно связать воздушную петельку и провязать 14 столбиков вовнутрь столбика предыдущего ряда мы прокалываем внутри столбик крючком и протягиваем туда нить мы провязываем так 14 столбиков провязала 14 столбиков без накида в серединку предыдущего ряда столбик далее у нас начинается место где у нас будет узор значит первые три петельки мы провязываем белой ниткой также вытянули последний столбик берем нитку цвета который у нас будет сердечко и протягиваем ниточку уже голубую мятную один столбик мы провязываем мятной ниточкой вытянули заканчиваем его светлой ниткой белой закончили далее мы до конца ряд вяжем белой ниточкой это у нас будет на в этом месте дальше и далее мы вяжем также просто белой ниткой до конца ряда довязали до конца ряда соединили ряд столбиком сделали воздушную петлю и опять провязываем 14 столбиков серединку столбика предыдущего ряда 14 столбиков провязала теперь мы провязываем еще два белой ниточкой этот столбик мы не довязываем меняем нитку на мятную довязываем его мятная нитка эту нить мы завязываем сюда ряд и провязываем 3 петли мятным цветом 1 не довязываем меняем нитку и провязываем теперь мы эту нить прокладываем полностью по всему объему корзинки вместе вот так провязываем до конца ряда довязала до конца ряда эта нить идет за нами мы ее ввязываем в наш в нашу корзину сюда в стеночку делаем соединительную соединительный столбик петлю подъема и опять также 14 столбиков провязываем это не все время мы ее вкладываем во внутрь теперь мы провязываем еще одну белую белый столбик не довязывая меняем нить на мятную протягиваем и провязываем 5 столбиков мятной нитью 1 1 2 3 4 5 не довязывая меняем нить на белую и провязываем белую нить вот у нас уже формируется сердечко далее ряд до конца мы довязываем белой нитью также мятную нить пряча во внутрь ряда следующем ряду я довязала рядочек до рисунка теперь у нас будет будем вывязывать сейчас рисунок в эту петельку мы провязываем белой ниткой сначала столбик но не довязываем об а продолжаем мятная ниточкой нам теперь нужно связать 7 столбиков мятной ниткой при этом белую нить мы прячем вовнутрь чтобы не было протяжек 2 6 7 столбик мы также не довязываем меняем нить на белую и провязываем белой нитью следующий ряд мы повторяем точно также провязываем 7 столбиков мятной нитью два рядка я провязала одинаковые следующий ряд довязала до рисунка этот столбик мы провязываем белой ниткой и заканчиваем мятной теперь мы провязываем пряча белую ниточку вовнутрь 3 мятных столбика заканчиваем белой нитью прячем эту нить вовнутрь провязываем один белый столбик заканчиваем ее мятной его мятной нитью меняем нить опять на мятную и провязываем 3 столбика мятной нитью не довязывая довязываем светлой нитью и до конца ряда провязываем белой нитью следующий ряд я довязала до рисунка теперь мы провязываем белый столбик белым следующий мы провязываем белым и не довязывая переходим на мятный цвет и провязываем следующий столбик мятным цветом не довязывая провязываем белым опять меняем нитку провязываем 3 столбика белым цветом третий столбик мы опять не довязываем белым провязываем его мятным цветом меняем нить провязываем один столбик мятной нитью и меняем на белую и далее мы довязываем до конца ряд белой ниточкой мятную нить мы просто обрезаем ножничками и провязываем ее внутри чтобы как бы ее закрыть следующий ряд мы можем обвязать просто столбиками без накида если вы хотите сделать обвязку лучше сделать один ряд столбиков без накида белой нитью затем же сделать обвязку я ряд закрыла делаю петлю подъема я хочу сделать такую простую обвязку которая не будет закрывать рисунок значит мы под косичку прокалываем крючок протягиваем ниточку и сразу в петелечку протягиваем такими как полу столбиками так провязываем полностью вокруг ободочек вот все я закончила корзиночку вот такое симпатичное сердечко получилось сюда можно положить ключи либо что-то другое на ваше усмотрение спасибо вам большое за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии до свидания